О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. Коротко о темах дня. Гроза и жаркая погода становятся причинами роста числа лесных пожаров в регионе. Когда в Якутии ведут режим чрезвычайной ситуации. Благоустройство дворов. В республике планируют благоустроить 14 домовых территорий по проекту «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Такими будут новые дворы. Якутия продолжает дружеские связи с городом Кировской. В ДНР в прошлом году в городской больнице был открыт филиал якутской офтальмологии. А в этом в Якутии отправилась учиться медсестра. Насыщенные выходные в Мирном, в Алмазной столице отметили сразу два национальных праздника. Расскажем подробности. До старта игр в Дети Азии остается две недели. Церемония открытия играет особую роль в проведении любых массовых мероприятий. Исключением не станут играющие игры. Жаркая погода и ранняя грозовая активность привели к увеличению числа лесных и ландшафтных пожаров в Якутии. На сегодняшний день в сравнении с прошлым годом площадь и количество очагов значительно больше. Многие из них находятся в отдаленной местности, в зоне контроля. По остальным же бригады лесопожарных формирований ведут работы по тушению. На сегодняшний день огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Посмотрен вопрос введения чрезвычайной ситуации на территории республики в связи с тем, что у нас в двух муниципальных районах сложилось ЧАЭС муниципального характера. Это Олегминский район и Тампонский район. Напомню, что на сегодняшний день на территории республики действует 46 лесных пожаров на общей площади 98 872 гектара. На сегодняшний день более 700 человек задействованы на тушение лесных пожаров. В Якутии планируют благоустроить 14 придомовых территорий по проекту «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке. Программа включает в себя укладку нового асфальта и тротуаров, строительство детских и спортивных площадок с искусственным покрытием. Как продвигаются работы в Якутске узнавал Тимур Калмогоров. Проект по благоустройству дальневосточных дворов стартовал в 2021 году по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации Юрия Трутнева. За это время на территории Якутии было реконструировано 185 дворов, и на этом работа не закончилась. В столице республики в программу благоустройства в этом году вошли 5 дворов. Благоустройство дворовых территорий возле домов на Кальвице 7-1 и 9-1 включает в себя более 2000 квадратных метров асфальта, 452 тротуаров и 559 квадратных метров искусственного покрытия. Это большая детская и спортивная площадки. У нас в данный момент три контракта выигранных есть. Один контракт вот по Кальвице. На данный момент подготовительные работы, завоз инертных материалов у нас происходит сейчас. С конца мая месяца начали демонтаж, закончили. Сейчас строительные материалы потихоньку завозим и инертные. Во дворах работают строительные бригады, состоящие как минимум из 10 человек. С перевозкой материалов и подготовкой основания для строительства помогает техника, самосвалы и погрузчики. Работы разрешено проводить только в дневное время. Асфальт будет толщиной 5 сантиметров везде по двору. И брусчатки будут тротуарные. И две детские площадки. Одна для футбольного поля, ну как футбольное поле, а вторая уже детская площадка с мафами, с игровыми. Новые дворовые территории не только сделают жизнь людей более комфортной, но также дадут детям безопасные и качественные игровые и спортивные площадки. Работы на объектах планируется закончить к концу сентября. Тимур Калмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. Летом для юных якутян будут доступны 555 лагерей, которые смогут встретить в общей сложности почти 55 тысяч детей. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Семенов. В этом году в республике начнется комплексная работа по развитию инфраструктуры летнего отдыха и занятости детей. В районах поддержат инициативы по созданию летних трудовых, экологических, спортивных лагерей. А дети из семей и участников спецоперации смогут отдохнуть в детских лагерях за пределами республики, рассказал зампредправительство. К слову, в оздоровительные лагеря поедут более 3,5 тысяч детей бойцов спецоперации. У них появилась возможность искупаться в Черном море на побережье Краснодарского края. Напомним, при поддержке Министерства образования и науки республики 1 июня вылетел первый чартерный рейс. Отдыхают в основном дети из центральных улусов, а уже в конце июня полетят дети из арктических и северных районов Якутии. Для веселого, а главное полезного времяпровождения в детских центрах реализуют программу движения первых. Это 705 детей в наших государственных лагерях, таких как наш сосновый бор, чабдик, энергетик. Где-то 1800 детей отдохнут в муниципальных лагерях нашей республики на местах. И 960 детей отдохнут на Черноморском побережье Краснодарского края. За 21 день они обязательно подправят свое здоровье, наберутся сил и запомнят это лето. Якутия продолжает дружеские связи с городом Кировская и Донецкой Народной Республики. В прошлом году в городской больнице был открыт филиал якутской офтальмологии. В Кировском якутские врачи работают в тесном сотрудничестве с медперсоналом больницы. И в этом году одна из медсестер Алина Аскилевая по приглашению руководства клиники приехала в Якутск на стажировку. Подробности в сюжете Александр Хавренко. Несмотря на то, что с Нового года у Якутии новый подшехный город на Донбассе, связи с городом Кировской не прекращаются. В частности, на базе городской больницы там продолжает работать филиал якутской республиканской офтальмологической больницы. Врачи из Якутии продолжают ездить в командировки в Кировское, а недавно было принято решение пригласить в Якутск на стажировку одной из медсестер, которая работала с нашей бригадой. И вот уже неделю Алина Аскилевая проходит практику у якутских офтальмологов. Она человек очень добросердечный, отзывчивый и к пациентам относится всегда со всем вниманием. Мы эти характеристики сразу заметили всей бригадой, и поэтому вот ей не хватало дополнительного образования на нашем новом оборудовании, которое в том числе было поставлено и в город Кировское, в наш филиал. Приглашение на стажировку стало для Алины приятным сюрпризом, и она с большим удовольствием согласилась. Алину очень впечатлил город и, конечно же, большая и современная больница, где она проходит стажировку. Мне предложили пройти стажировку для оказания помощи, помощи бригаде даже при работе. На что я согласилась. Коллектив замечательный, девочки умнички. Все доброжелательно, настроены, обучают, помогают. Я обучилась уже более под подбору линз на аппарате, измерение внутриглазного давления. Практика по стажировке врачей и медперсонала из ДНР в Якутии будет продолжена, и благодаря этому больницы и поликлиники на новых территориях обзаведутся своими профессионалами. Александр Хавренко, Нергун Старостин, Якутск. Идем далее. Резиденты ТОР Якутия и Южная Якутия привлекли 115 миллиардов рублей инвестиций и создали свыше 10 тысяч рабочих мест. В этом году привлечен новый резидент в ТОР Якутия – компания «Мечта миров» с проектом, направленным на развитие производства щебня и товарного бетона в Якутске. Предприятие планирует инвестировать 122,5 миллиона рублей и создать 30 новых рабочих мест на территории речного порта. Объем производства составит около 45 тысяч кубометров товарного бетона в год, более полутора тысяч свай разного размера. Мэр Ленск совместно с главным архитектором осмотрели строящиеся объекты в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день в городе идет строительство 8 многоквартирных домов. В этом году планируют сдать 4 дома – 2 в микрорайоне «Теплый стан» и 2 дома по улице Ньюиская. Кроме этого, начато строительство еще 4-х 9-этажных домов в центре Ленска на освобожденных участках. Общая площадь возводимого жилья – 20 тысяч квадратных метров. С их сдачей первый этап программы завершится, а следующий стартует с 1926 года. Туда вошли 85 домов. Это 47 домов Северного. К сожалению, всего 4 дома, но одни из самых худших состояний – это 4 дома «Алроса», 2 дома 9-й и 10-й – это «Юкос», которые тоже очень проблемные. Два дома напротив «Типографии» микрорайона «Мухтуйский» – тоже самые проблемные из всего микрорайона. Так что мы эту новость очень ждали. И к радости всех жителей, наверное, дождались. Условия следующего этапа программы пока на стадии обсуждения, как будет вестись застройка, на каких условиях будут люди получать жилье и компенсацию. Но я думаю, после обсуждения, когда мы все нормативные акты получим, обязательно доведем до наших жителей. Ну а с начала июня в столице стартовал трудовой проект студотрядов «Острог-2024». Вместе ребята трудятся на благо города. Всего на улицах совместно с управами работают 8 групп. Все они распределены по округам. Даяна Федорова, продолжите. Ребята из троятряда строительного округа уже успели обойти несколько улиц, где собрали более 70 мешков с мусором. Теперь они приступили к уборке скверов. Мы протираем скамейки от пыли. Вот я брызгаю водой, а вот мой напарник Антон, он протирает тряпкой скамейки. Скажите, пожалуйста, какие улицы вы уже успели убрать? Мы убрали Семена, Данилова, улицу Черненского и Халторина еще. В одном отряде трудится 16 бойцов. Среди них есть и несовершеннолетние. Антону Кириллину 15 лет. Несмотря на свой юный возраст, он уже осознанно и с большим ревением принялся за работу. К канализации очень много мусора. Мы с напарником с трудом убирались, потому что там еще вода была, да и грязь. Но по-мало, по-малому. Вы убираете за собой, там много животных и много людей умирает из-за этого. Из-за болезни, из-за грязи и всего из-за мусора. Более 130 бойцов стройотряда ринулись в бой с мусором. Они на благо города будут трудиться до 15 июля. Стройотряды помогают с благоустройством города, в том числе перед важным событием – международными играми «Дети Азии». С 1 по 15 июля, то есть 3 сезона, они платят 60 тысяч. А один сезон – это 2 недели, будет 20 тысяч. Также работают у нас студенты и несовершеннолетние ребята. Вот уже первый сезон у нас проходит отлично. Бойцы задействованы в демонтаже, покраске, уборке территорий, посадке саженцев и других подобных работах. Трудовой проект стартовал совсем недавно, однако уже благодаря ему город преобразился в лучшую сторону. Благодаря им, как говорится, приводится все в достойное, нормальное, благоприятное состояние. Конечно, жители эту оценку уже свою дали в комментариях, что все-таки все чище становится, все лучше. Ну и я думаю, скорее всего, таким тэпом мы будем идти. Уверен, что все будет красиво и зелено. За полтора месяца бойцы смогут не только заработать в летнее время, но и получить незабываемый опыт, а также познакомиться с новыми друзьями и весело провести время. Ведь у бойцов есть и развлекательные мероприятия, песни, танцы и игры по станциям в свободное время. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Совет при главе республики по вопросам российского казачества собирался в Якутске. Атаманы якутского казачьего полка ознакомили членов совета с деятельностью казачьего общества за прошлый год. Также казаки поделились мнением о современном казачестве и внесли предложение по улучшению его работы. Особое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Напомним, что по направлению атамана якутского казачьего полка Александра Гриценко в зоне спецоперации служат более 50 якутских казаков. Если сказать по системе образования, у нас расширились с 2023 года. Мы открыли дополнительных два класса. Это на базе городского округа Жатай, профильный казачий класс. И я думаю, что эта работа еще также будет продолжена. Вот была создана казачья азбука. Это очень хороший стимул для того, чтобы наши обучающиеся знали и ценности, и традиции, которые формирует российское казачество. Стартовала вторая смена эколого-просветительского федерального проекта «Заповедное дело Русского географического общества». Базой для проведения мероприятий стали Национальный парк «Ленские столбы» и питомник лесных бизонов в Усть-Ботума. Проект в первую очередь направлен на изучение, сохранение и популяризацию уникальных природных объектов через вовлечение молодежи в эковолонтерство. Он объединит молодых ученых, студентов и неравнодушных к экологии добровольцев. Работа пройдет по пяти направлениям. Научно-исследовательская, эколого-просветительская деятельность, организация полевых выездов, помощь особо охраняемым территориям и развитие экотуризма. В этом году у нас идет перезагрузка федерального проекта «Заповедное дело Русского географического общества». Это природоохранный молодежный проект, который направлен на вовлечение молодежи в добровольческую, эко-добровольческую деятельность на особых охраняемых природных территориях. Наши медиа, наши эко- и научные добровольцы помогают заповедным и национальным территориям в деле благоустройства трупов, в деле охраны редких видов растений и животных. Наши эко-медиа и научные добровольцы внесут свой вклад в дело развития заповедных территорий Республики Саха. К другим темам насыщенные выходные в Мирном в Алмазной столице отметили сразу два национальных праздника. Татаро-Башкирская община организовала Сабантуй, а Бурятская община собрала жителей на культурно-спортивный праздник. Все подробности у Анны Васильевой. На празднике Сабантуй, как всегда, было много музыки, ярких костюмов. Торжества Сабантуй связаны с земледельем. И название переводится как «торжество плуга». Это значит, что предки, закончив посевную, получали небольшую передышку и просили высшие силы о хорошем урожае. Благодарили их за добрую весну и начавшееся лето. У нас стала очень хорошей, доброй традицией проводить национальные праздники летние именно, летнего формата на территории городского парка. Так как это открытое пространство, любой житель нашего города, района может прийти посмотреть, как проходят национальные праздники. Мы пригласили всех жителей на это мероприятие. Проходили у нас концертная программа. Людей особенно заинтересовали спортивные соревнования, перетягивание гири, национальная борьба куреш. И также еще проходили детские национальные игры. Здесь, в спортивной площадке городского парка, бурятская диаспора организовала день праздника Сур-Харбан, где прошли соревнования по борьбе в бухе-барилдан, бурятской традиционной игре в кости «Шагай на дан». Это культурно-спортивный праздник. Вообще издревле Сур-Харбан обозначал слово «сур» – это лук, а «Харбан» – это стрельба, стрелять из лука. Но еще есть название о том, что это игры трех мужей. В основном это борьба, скачки и стрельба из лука. На сегодняшний день у нас в городе Мирном Бурятская община Байкал проводит не совсем традиционно, но все, что входит в него, у нас сегодня здесь на площадке есть. Эти два праздника позволяют помериться с силами, показать, у кого тверже рука, кто самый ловкий, самый сильный, и просто пообщаться, прикоснуться к культуре нашей большой страны и многонационального района. Анна Васильева, Мирный. Алданцы встретили якутское лето. Праздник Иссах дал возможность каждому жителю прикоснуться к традициям народа Саха и почувствовать единство со всей республикой. Подробности в сюжете. Множеством нот и красок заискрился чарующий колорит праздника Иссах. В таинствах обрядов, в переливах хамуса, в хороводах и сказаниях ярко и объемно отразилось все богатство якутской культуры. Не иссякали добрые пожелания и теплое напутствие. Бескрайними были гостеприимство и щедрость. Встреча лета для алданцев остается одним из любимых праздников. Клево, погода классная, ветер не холодный, как вчера, например. Так, вон, дети фрукты едят, шашлык съели. Пойдем представление смотреть. Клево. В дни Иссаха принято веселиться и радоваться. Гостей ожидала масса интересного и захватывающего. Встреча лета даровала каждому возможность прикоснуться к традициям, стать участником национальных обрядов и почерпнуть духовно-нравственные богатства народа Саха. Очень радует, что очень много людей собралось. Это говорит о том, что традиции Якутии поддерживаются, что люди чтят традиции, что люди радостно относятся к данному празднику. Ну, от этого прямо на душе светло, радостно, эмоционально, тепло. Все супер. Мне очень нравится. Разделить солданцами радость встречи лета пожелали жители разных районов Якутии. Светлана Мударисова приехала из Нерюнгре. Лоскутным шитьем, бессероплетением и изготовлением кукол она занимается всю жизнь. По мнению рукодельницы, любая изготовленная мастером вещь является словно намоленной. Ведь в шедевр искусник вкладывает глубоко личные мысли и эмоции. Вот пятиглазие, вот это, допустим, оно очень сильный оберег получается. А так вот это я образцы сшила. На встрече лета во всей красе были представлены таланты, коими богата северная земля. Изготовлением изделий из бересты Андрей Колданов увлекается давно. Выйдя на заслуженный отдых, Андрей Николаевич посвящает любимому делу все время. Тонкостей в этом ремесле масса. Сейчас пора заготавливать кору. Она заготавливается в определенные сроки, береста. Это конец июня, начало июля. Там небольшой срок, когда она сама отслаивается. А потом все уже, она уже не это. Но вот эти как бы сшитые, а вот это цель на береста, вот сколок им называется. Вот видите, у него внутри нет шва. То есть можно и воду хранить. Раньше квас, молоко в них, по-моему, это в деревнях хранили. Алданский район многонациональный. И встреча лета раскрывает гармонию красоты и великолепия множества культур. Каждого жителя праздник Исех точно незримой нитью связывает чувством единства со всей Якутией. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Теперь о спорте. Медики республики обеспечат медсопровождение 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Ведомство планирует развернуть 32 медпункта, в том числе 16 круглосуточных в местах размещения участников, тренеров, представителей команд и волонтеров. Также 16 медпунктов дневного пребывания в местах проведения соревнований. Всего планируют привлечь к играм более 120 медиков. Спортивные соревнования будут обслуживать специалисты Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. Церемония открытия играет особую роль в проведении любых массовых мероприятий. Исключением не станут и грядущие игры «Дети Азии». Для участников и гостей церемонии открытия организаторы подготовили обширную программу, включающую в себя танцевальные номера. В них примут участие более 600 детей. Подробнее в сюжете Амана Отта. Танцы – это неотъемлемая часть любого грандиозного мероприятия. Участие во флэш-мобе примут как опытные танцоры, так и просто неравнодушные к танцам и музыке люди. Занимаюсь танцем уже 5 лет. Это очень круто танцевать сейчас здесь, со всеми ребятами, находить друзей. Очень классно, можно сказать. Я вырасту, я хочу стать хорошим танцором, отличным, и чтобы я показался на весь мир. Ну да, я волнуюсь перед всеми людьми, которые будут смотреть на меня и остальных детей. У меня тут очень много друзей, девочки, мальчики, со всеми дружием. Но они такие крутые, ну вообще клевые, можно сказать, да? Зрители и участников игр ждет трехчасовая насыщенная программа. Тематика предстоящих игр – путешествие в арктическую вселенную. Поэтому хореографы взяли основы из традиционных танцев народов Севера и переделали их на современный лад. Интенсивно идут уже неделю, уже вот вторая неделя прошла наших репетиций. Каждый день репетируем танцы на грандиозные выступления, поэтому с удовольствием ходят дети. Хореографы постарались и сделали оригинальные танцы, современные, с этникой смешали, чтобы было актуально сейчас. Среди воспитанников танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии» есть много детей, обучающихся балетному искусству. Они признаются, что опыт в ансамбле помогает им преодолеть волнение перед выступлением. Как и спортсмены, юные танцоры стремятся к победам и новым высотам. Тренировки у нас проходят очень хорошо. Мне очень нравятся танцы. И вообще танцы – это моя жизнь. Мне очень сильно нравится заниматься танцами. Я занимаюсь с четырех лет и сейчас я до сих пор здесь. Мы занимаемся балетом, то есть классикой по понедельникам, в среду – обычные танцы и в субботу. Я хочу поступить в какой-то университет, где занимаются танцами и стать преподавателем. Возможность выступить на главном спортивном мероприятии года – отличный шанс показать себя. Для многих ребят это станет первым шагом в их профессиональной карьере. Напомним, торжественная церемония открытия восьмых летних игр «Дети Азии» пройдет 26 июня на стадионе Туймада. Аманутов, Григорий Охлопков, Якутск. Площадь Дрожьбы уже стала сегодня центром спортивного праздника. Там закрылась спартакиада учащихся спортивные якутяне. Финальная часть собрала 1600 юных спортсменов из 35 районов Якутска и Кругов. Спартакиада школьников – настоящая проверка уровня развития физкультуры и спорта среди детей. За дни проведения финальной части разыграно почти 140 комплектов медалей. Своих хозяев нашли 180 бронзовых, 140 серебряных и 140 золотых медалей. Кроме этого наградили лучших тренеров и учителей физкультуры. Начиная с этой спартакиады, мы на закрытии этой степени вручим 31 тренер, который подготовили чемпионов школьной спартакиады, получит премию в размере 100 тысяч рублей. Эта практика будет продолжаться каждый год и в следующем году мы также выявим лучших тренеров, которым глава будет вручать единовременные выплаты. В целом очень хорошее и интересное мероприятие. Мы как организаторы слышим от школьников, от тренеров, от учителей, от родителей. Очень хорошие отзывы относительно проведения в целом такой школьной спартакиады. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»